46-летняя Василиса Володина рассказала о развитии пандемии коронавируса. Астролог пришла к выводу, что делать благоприятные прогнозы относительно распространения инфекции еще рано. Экс-ведущая программы «Давай поженимся» стала разбираться в закономерностях COVID-19 еще в марте. Тогда Василиса утверждала, что продолжительность пандемии составит до 3,5 лет. Володина уточняла, она работает со статистикой заболеваемости и сочетает астрологические методы прогноза с математическими. Астролог призналась, этого мало для того, чтобы выявить принцип, по которому живет коронавирус. Однако она озвучила свои последние результаты наблюдений. Ретроградность планет, особенно Меркурия, замедляет распространение болезни. Я связываю это с тем, что ретро-Меркурий препятствует безграничному и бесконтрольному общению, объяснила Володина. Пандемия набирает обороты за счет растущей Луны, которая, как уточнила Василиса, усиливает любой рост. Но этому способствует не только спутник Земли. Наиболее влиятельным для мировой статистики оказались соединения Плутона с Сатурном, ускоряет темпы эпидемии на 25%. И с Юпитером, на 9%, заверила астролог. А вот союз Юпитера и Нептуна, напротив, сдерживал пандемию. Для неастрологов все это значит, что прямо сейчас темпы роста заболеваемости в мире ускоряются. И мы это видим с вами воочию, предупредила телеведущая. Примерно 16 октября неблагоприятный показатель должен пойти вниз. Но это коснется не количества заболевших, а только темпов заражения COVID-19. Потом опять ускорится к 20. 11, после чего могут остаться довольно высокими еще долго, заключила Василиса. За последние сутки в России выявили 11 615 заболевших новой коронавирусной инфекцией. Большинство из них – 4082 человека, в Москве. Еще 411 пациентов в Санкт-Петербурге. На третьем месте по числу заболеваемости Московская область – 347 жителей. Анна Семенович заявила, что больна коронавирусом. Певица находится на самоизоляции, а 12 октября сможет вернуться к обычной жизни. Медицинская маска стала самым опасным предметом во время пандемии. Терапевт рассказала, как средства индивидуальной защиты могут навредить человеку. Коронавирус назван причиной смерти пензотокада, кензоутокада. Основателя культового бренда Кензоу не стало во Франции. Модельеру был 81 год. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...